Яркие костюмы, улыбающиеся лица танца и давно знакомые сердцу песни – за всем этим можно было наблюдать накануне вечером. Виновниками мероприятия стал творческий коллектив из Ростова-на-Дону и творческий центр «Арт Пипер». Ребята справились не на 10, а на все 100 баллов. Концерт хоть и с развлекательной программой, но участники отнеслись с особой серьезностью к подготовке номеров. Гости из Ростова приехали в Брест патриотической акции «Дороги славы. Наша история». Донская молодежь уже третий год подряд приезжает в наш город. Их принимают как близких друзей. Но не только в Бресте ребят гостеприимно встречают в их портфолио огромный список городов-героев. «Дороги славы – это дороги славы нашей великой истории, совместной истории по местам боевой славы, мемориальным комплексам. Мы уже объехались с 28 июня, мы находимся в движении, ну, территории Курской области, Брянской области. Были на юбилейных празднованиях в Минске, были в Варшаве, были в Кракове, были в Освенциме, были в Будапеште, были в Зволине, были в Белграде. Сегодня мы здесь, в родном и любимом городе Бресте. «Мы едем по местам боевой славы, то есть мы посещаем те места, где погибли наши герои, где проходила Великая Отечественная война и вообще, в принципе, Вторая мировая война. Мы посещаем разные места, братские могилы, мемориалы и отдаем память нашим покойным солдатам». Ростовскую молодежь поддержала и Брестская. Дети из творческого центра «Арт Пипер» с гордостью исполняли песни на патриотическую тематику, разбавляли репертуар и современной музыкой. Центр наполнен талантливыми ребятами, все артистичные, нарядные и с хорошими вокальными данными. «Мы воспитываем не просто артистов, да, также одна из целей наших – это военно-патриотическое воспитание. Поэтому мы учим военные песни тех времен, послевоенного времени и объясняем деткам, что это, почему такая песня, почему это слово использовано в песне. И мы стараемся заложить то, что мы знаем, передать поколению новому наши знания, которые нам передали наши дедушки и бабушки». Донская молодежь не меньше удивила и понравилась публике. Коллектив привез с собой много песен и танцев, пели о тех, кто проливал свою кровь на войне и стоял до последнего ради отчизны и ради нас. «Спасибо, ребята, за то, что вы с отчизной были рядом». «Для меня это очень много значит. Я один из организаторов. Я вкладывал свои силы, свое время в это мероприятие. Это за четыре года наша акция приобрела очень большой размах. В этом году мы впервые выехали за пределы союзного государства. Мы уже побывали в Польше, Словакии, Венгрии, Сербии. Сейчас возвращаемся обратно в Россию». Теперь у ребят из Ростова-на-Дону появилось еще больше друзей. Такого рода мероприятия в Бресте проводятся регулярно и очень часто в сердцах людей откладывается кусочек теплых воспоминаний и хорошей музыки. «Поют очень классно, очень стараются. Очень приятно, что в Бресте у нас проводятся такие концерты. Это просто шикарно». «Мне очень нравятся такие мероприятия, потому что они бывают для молодежи и очень интересно». «И за внучку, и за других, и за всех выступающих очень рады». «Патриотически воспитывают наших и ваших маленьких детей дух патриотизма. Я считаю, что это очень немаловажно». Екатерина Пушкарёва, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.